Давайте еще добавим, по спешу урона залетело очень даже неплохо и приятно, так давайте сосульчика пробили, рикошетика также добиваем. Также в свою очередь не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию, ну и конечно тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании, ну и конечно тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Морлхиро и в сегодняшнем ролике вместе с вами протестируем то само устройство, которое было добавлено разработчиками в красное свечение на пушку Magnum под названием Бомбарда, имеющий свои особенности, ну и конечно главную фишку это перезарядка, которая уменьшена на 50%. В свою очередь обязательно данный видеоролик поддержите активность в виде пальчика вверх, попробуем протестировать и понять насколько это эффективно, ну и конечно же если оказались в первый раз на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчик. Я в свою очередь напоминаю о том, что на канале проходит розгрыш, по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal привязывайте настройках аккаунта, участвуйте в розгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоина, все подробные информации есть на нашем сервере в дискорде, присняйтесь, накапливайтесь и также не забывайте заполнять ту саму форму, которая в описании под этим роликом. Ну а я вам друзья желаю успехов и побед, ну и давайте потихонечку уже выдвигаться в гараж. Как раз таки установим устройство, которое мной было выбито на этом аккаунте, бомбарда, минимальный начальный угол пушки 45 градусов, минимальная и максимальная скорость снаряда снижены, перезарядка значительно ускорена. На вашем экране сейчас как раз появится информация об этом устройстве, как преимущество, так же и недостатки. Преимущество, как я ранее говорил, это уменьшенная перезарядка, которая на 50% быстрее стандартного нашего Магнума. Недостатки скорости снаряда минус 30%, ну и конечно тот самый минимальный угол ствола 45 градусов, начальный угол ствола так же 45 градусов. Надо протестировать и понять, насколько это может быть эффективным, потому что я игрок, который не играет на Магнуме, не предпочитая эту игру там максимально пассивную, а с этим Магнумом скорее всего таки придется играть, да, где-нибудь занять позиции и по большей части накидывать по сопернику урон. На самом деле интересно, сколько далеко мы можем накидывать, у нас получается максимум 90 градусов, минимум 45, о которых и говорилось в описании. Так, громику давайте накинем вот таким образом, бам, 3150, но по урону вроде как никаких изменений не должно быть, только лишь в перезарядке. Вот благодаря перезарядке мы можем как раз носить побольше урона сопернику. Так, 800 это мало, потому что не точно в цель, а вот на таких дистанциях уже, друзья, вы замечаете, что не так уж и просто играть на этом вооружении, потому что мы в плане радиуса угла башни ограничены, тем самым радиус поражения наш тоже становится побольше. Так, рикошетик, давайте также попробуем раздамажить, успею, не успею, хотя бы нанести немножечко урона, но я поскольку накажусь пока что без дешки, урона конечно из этого поменьше. Играя с дроном-бустером, который в нашем случае позволяет нам увеличить урон на 20%, я думаю, что с магнумом как раз этот дрон очень даже неплохо должен комбинироваться. Так, нанесем ли мы урон хотя бы по двоим, полторы тысячи урона двоим дали, так, но рикошет тут я уже наверное не разберу, еще и непривычно играть как раз таки на магнуме, потому что именно башню пускать и поднимать мы можем только кнопками, да, то есть я колесиком не могу. И это большая конечно проблема, возможно подскажете, кто играет чаще на магнуме, чего-то я может быть не знаю, но в настройках если поменять можно, конечно было бы идеально. Так, уничтожаем соперника, давайте к точке наверное падаем даже через верх, будем держать, чтобы мы могли видеть соперника и накидывать по нему урончик. Сейчас может быть даже по двоим накинем, бам, 1900-х даже точно по сопернику попали, но к сожалению там лишь был один. Так, харька уже добивается, скорость снаряда заметна, что меньше, передрядка заметна, что быстрее происходит, ну и пока честно говоря до конца непонятно, насколько это эффективно, потому что я на обычном магнуме не так часто играю, но мне кажется, что для каких-нибудь больших карт, для режимов штурм, осадов, в которых ребята могут кучковаться, а именно соперники ваши, это может быть даже неплохим вариантом, да, особенно если у вас не дай бог таких два магнума в команде, это наверное сопернику будет очень непросто пережить, разве что может быть какой-нибудь, если резист возьмут, тогда уже конечно вам будет посложнее. Так, ну давайте точку забирать, пока что мы точку забираем, противники не идут совсем, хотя я ожидал другого, как раз таки, чтобы нас давили, у нас точку забирали, я как раз мог пользоваться тем самым, что игроки кучкуются, и мы накидывать будем все больше и больше сопернику урона. Так, я смогу тут как-то накинуть, нет, на мост залетело. Дожидаемся до следующей точки, надеюсь, что противник наш будет более активно действовать, тогда мы сможем реально ощутить все преимущество нашего сегодняшнего устройства, которое было добавлено лишь недавно в контейнеры. Так, наверх накинем, как раз таки, может быть, кого-то сцепим, пока рядом нет соперников, вот там есть как раз таки игроки, которые начинают выезжать, но, к сожалению, всех их почти поуничтожали. Так, жига там битая, давайте накинем. Я пока что довольно активно играю, хоть и с магнумом, наверное, так не играю, да, больше занимать какую-нибудь точку, и пытаются соперника разбирать уже на дистанции. Пока занимаем третье место, призовой, опять же, конечно, не так много я урона кинул, потому что соперник у нас попал совсем не какущий, накидывает, он как раз таки стоит по нам урончик, а мы сейчас тоже накинем в ответ, вот так вот, бам, 900, но это броненосец, то есть 50% у него защиты от нашего крита была. Давайте еще добавим, по сплэш-урону не такой огромнейший, хотя вот сейчас залетело очень даже неплохо и приятно, так давайте сосульчика пробили, рикошетика также добиваем. То есть в такой комбинации, когда мы можем вместе с вами просто уверяем Крусседера раздамажить и потом добить от ним выстрела магнума, прикольно. Но мне кажется, я обычный магнум бы справился с этой задачей, поэтому напишите об этом в комментариях обязательно. Мне кажется, что нужно поискать какие-нибудь бои, реально в которых этот магнум потенциально может раскрыть свой потенциал, как ни странно, и преимущество максимально. Потому что пока что, я думаю, что, как ни странно, этот магнум ничем не лучше, чем магнум, который обыкновенный. Да, возможно, благодаря перезарядке я могу себя чувствовать более комфортно в моментах, когда мне нужно уничтожить несколько противников в большом радиусе от меня, точнее на дистанции, которая находится. Но, сколько на магнуме играют, не знаю, сколько, 50% в большую ли роль они играют. Так, давайте, рикошеты тут уже уничтожили наши тиммейты. Точка находится тут. Противники, просто посмотрите на соперников. Я просто не знаю, я негодую с этого матчмейкинга, в котором ребята, потеряв уже 5 точек, продолжают стоять на одном месте и никуда нету. Да, мы разбираем кого-то. Мы, кстати, можем встать под их базой и прямо накидывать к ним урончик, потому что они там решили поставить. Так, давайте вот так вот, кого-то, может быть, в радиусе зацепим. 787 урона дали. Кромик там появляется. То есть, вообще, всем плевать на точку, никто не едет, игроков очень много. Игроки довольно прокачаны, но никто не хочет ехать, потому что, а зачем? А зачем ехать, когда можно стоять и никуда как раз-таки не ехать и за это тоже получать очки? Разработчикам, мне кажется, в такой ситуации надо что-то делать, потому что иначе эта игра, конечно, превращается просто в дикий какой-то бой, в котором одна команда демнирует на другой в плане результата. Это общего, да, зачета. Так, раздамажили. Жигу давайте вот так хотя бы зацепим. 787 немного. Из-за большого радиуса рикошета мы с вами добиваем. Так, ну и тут, где там соперник наш стоит. Я пока что, честно говоря, ребятку те вижу, но все они врядутся. Вот так, рикошетик раздамажили немножечко. Громик там накинул нам урончик. Давайте еще накинем сразу под двоим. 1500787. Блин, ну пока, честно говоря, тяжело оценить данное вооружение, потому что, опять же, наверное, в каких-то конкретных моментах, да, когда реально там штурм попали вы за атаку, можно применять это устройство, потому что в дефе там, ребята, в большом количестве кучка уйца. Также какой-нибудь осадь. Если не вы, занимайте точку ваш противник, и тогда вот как раз-таки по нему накидывая урончик, это может быть очень даже круто. Поэтому, друзья, обязательно, если хотите, чтобы мы вместе с вами еще вернулись к тесту данного устройства, и с вами уже протестировали в реально каком-то замесе, то поддерживайте видеоролик лайком. Давайте, если набираем соточку, то я понимаю, что это вам интересно, и мы с вами еще попробуем где-нибудь сыграть, а возможно, на каких-нибудь ближайших стримах. Заодно, если вы были впервые на канале, подписывайтесь, прожимайте колокольчики. Ну, а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok